Привет всем! С вами Анатолий Барыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жарпарком. Это мое обращение в первую очередь к тем людям, которые производят дымоходы, и к своим коллегам, конкурентам, которые продают печи и дымоходы. У меня есть идея о том, как заработать денег побольше. В общем-то, я хотел бы ее презентовать. Как заработать деньги побольше вам, мне, ну и всем нам. И одновременно удовлетворить покупательский спрос. Смотрите, я человек увлеченный, и мое увлечение это печи, дымоходы, вот все, что с ним связано. Поэтому я очень много общаюсь с производителями и вижу тенденцию кризиса, которая есть, ну вообще как бы в России, сами знаете из-за чего. И вот я заметил то, что многие производители печей уходят в нижнеценовой сегмент. Это понятно, потому что в верхнеценовом сегменте у людей, у которых было много денег, у них стало еще больше денег. Но там и без того достаточно много производителей, которые производят печи для бани по 80, по 90, по 100 тысяч. Среднего класса в России, ну скажем, уже не стало. Поэтому печи по 30 тысяч, по 25 продавать стало очень сложно. Поэтому многие производители печей стали делать печи бюджетные. То есть где-то в районе от 10 тысяч до 15-16 тысяч. В производстве печей, если это не высокотехнологичная печь, все просто. Снизу горит огонь и нагревает ящик с камнями. Производители многие утверждают, что это банные печи. На самом деле это саунные печи. И я хотел бы, прежде чем презентовать идею, немножко отвлечься на тему о том, чем банная печь отличается от саунной печи. Сауна это суховоздушка, в ней люди потеют, они парятся. При поддаче воды на открытую каменку печи получается сырой крупнодисперсный пар, сравнимый с тем, когда забыли люди выключить чайник на кухне. Заходят туда, а там все в пару, крупнодисперсно. Бани же отличаются тем, что там печь, во-первых, имеет либо регулируемую конвекцию, либо отсутствие конвекции. То есть постоянные перегонки воздуха из холодного в горячий. То есть непересушенная паринка выходит. А пар получается путем добавления в печь определенных устройств. Это либо закрытая каменка, либо парогенератор. И как только производитель использует вот эти вот технические решения, печь сразу перепрыгивает в более дорогостоящую. Так вот, идея какая? Так как производители нержавейки имеют оборудование, то можно производить устройства в промышленных объемах, которые делали бы из дешевой печи хотя бы печь, которая дает мелкодисперсный сухой пар, которым удобно дышать. А продавцы, в свою очередь, могут эти устройства продавать. Продавая дешевую печь за 12-15 тысяч, можно предлагать устройства, которые будут увеличивать прибыль магазина, увеличивать прибыль производителя домоходов и удовлетворять покупательский спрос для людей, которые хотели бы не получить сауну, а получить более или менее щадящий режим русской бани, чтобы можно было хотя бы минут 15 париться, а не 5 минут сидеть в воздухе, который очень неприятен, потому что он сырой. Давайте я вам сейчас покажу то, о чем я говорю. Вот, смотрите. Вот это две печи достаточно бюджетные. У них просто открытая каменка, и люди, когда поливают воду на камни, они поливают на камни, которые вентилируются воздухом, поэтому пар выходит сыроватый, его видно глазами. Но если бы была возможность у этих печей производить сухой мелкодисперсный пар, то это было бы печь более лучшего качества. Вот, к примеру, печь, у которой есть закрытая каменка, это вот этот вот короб, который со всех сторон огнем нагревается, и чтобы получить пар, используется вот такое вот устройство. Это печет термофора, стоянный XXL. Закрывается вот так вот закрытая каменка, сюда наливается вода, в камнях она нагревается, эта вода до состояния мелкодисперсного пара, выходит вот через эти отверстия, тут еще наваливаются камни, и происходит догонка пара. Вот. Бывают печи с парогенераторами, к сожалению, я их показать не могу, у меня их тут нету. Но, в общем, идея заключается в том, чтобы каким-то образом получить с камней, которые находятся внутри, пар, который был бы мелкодисперсным. Для этого существует ряд устройств. Я про них снимал видео, они называются по-разному абсолютно, жарогенераторы, пароиспарители, там куча названий. Их не производят в промышленных масштабах, их делают просто увлеченные люди и продают их. Дело в том, что они стоят в районе 5 тысяч рублей. Но человек, который покупает печку за 12 тысяч рублей или за 16, он не может потратить еще 5 тысяч. Потому что, если он добавит 5 тысяч, он уже получит печку, ну, допустим, вот такого там класса, то есть уже с закрытой каменькой. То есть перескочит сразу в другую ценовую категорию. А у него просто физически нет такой суммы. Может быть, он хотел, но ее нет. Поэтому устройства, которые делают увлеченные люди, они делают не в промышленных масштабах, поэтому они дорогие. Но у производителя домоходов есть возможность делать из нержавейки более дешевое устройство. Если это устройство будет в районе полутора, двух, двух с половиной тысяч рублей в магазине уже, то я считаю то, что тут было бы интересно покупателям их купить, продавцам продать, а производителям сделать. То есть маркетинг тут заключается в том, что ты покупаешь печку суховоздушку, а потом, когда у тебя будут деньги, там лишние полторы-две тысячи рублей, ты зайдешь в магазин и докупишь вот это устройство, которое даст тебе более качественный пар. Значит, устройства бывают совершенно разные. Вот я взял, просто нарисовал три устройства типовых. У них есть у каждого свои особенности. Самая большая проблема в этих устройствах не как их сделать, а как их разработать. Потому что, когда холодная вода попадает на раскаленное устройство, это из нержавейки определенное устройство, то сырая вода, ну, просто вода, она попадает на раскаленную сталь и превращается в крупнофракционные брызги. И начинает просто не заливаться внутрь, а выпрыгивать отсюда. Прямо, ну, можно сказать, струями выпрыгивать. Поэтому первая задача заключается при разработке таких устройств, чтобы вода не выпрыгивала, а чтобы вода проливалась. Для того, чтобы сделать такие устройства, люди тратят время. То есть они делают различные типы воронок, которые тестируют, будет из них вода вливаться или не будет. Самое простое решение, из которого вода не переливается, это треугольная воронка. Раньше треугольные воронки производил термофор и ставил на свои печи гейзер и ангара. Но теперь он, так как это самое передовое предприятие, теперь он делает вот такие вот красивые воронки. Они просто намного симпатичнее, чем просто треугольник. Ну, продажная вещь, которую легко продавать было бы, если бы была возможность штамповки примерно. Другие производители делают воронки из нержавейки. Вот такого, к примеру, варианта. Бывает из треугольника. Ну, я честно скажу, вот это заливочное устройство не тестировал, а заливочное устройство из треугольника, оно стоит у меня в бане, вот такая вот треугольная вода, из нее не выпрыгивает. Далее. В чем смысл? К примеру, возьмем вот такое устройство. Ну, его делает производитель Иншком-центр ВВД. Называется это «Паровая пушка». Вещь отличная. Зарывается в камни. Вот так вот. Тут набросаны камни у нас. Вода попадает. На этой пластине испаряется. То есть здесь она начинает испаряться. Потом то, что не испарилось на стали, выходит на камни раскаленные, которые находятся снизу, и выходит сухой мелкодисперсный пар. Та вода, которая не испарилась сразу же, она попадает на пластину, которая находится в самом низу топки, и уже начинает с пластины испаряться, и еще раз испаряется на раскаленных камнях. Уже выходит сухой мелкодисперсный пар. В природе существует тренога. Все то же самое. Минус треноги и минус вот такого устройства заключается в том, что у них широкая площадь, на которой они должны стоять. То есть здесь широкая площадь, и здесь широкая площадь. Допустим, вот такую печку, такие устройства, не поставить, потому что здесь просто не хватит расстояния, оно здесь всего вот так вот в ладонь, а здесь не хватит расстояния, потому что здесь как бы хватило бы расстояния, но здесь скоса. Поэтому, когда речь идет об универсальном устройстве, которое влезло бы в любую топку, любой абсолютно печи, речь идет о какой-то воронке, которую можно было бы расположить здесь. То есть воронка, заливочное устройство все равно. И каким-то образом протянуть гофрированную нержавейку по бокам топки, потому что здесь находится выход дымохода, положить ее вниз, завалить камнями. То есть это примерно вот такое вот устройство. То есть заливочная чаша. Вот здесь у нас, к примеру, печка находится так. Вот тут вот все закладывается камнями. В гофре прорубленное отверстие. Заливается вода. Вода начинает не выплескиваться. Это вам нужно, производителям дымоходов, потестировать, на каких устройствах вода выливается в какой форме, на какой не выливается. И здесь уже выходит сухой мелкодисперсный пар, перегреваясь на камнях. Вот такая вот идея у меня есть. И было бы здорово, если бы производители начали производить ее в промышленных масштабах. Почему? Какие есть плюсы? Дело в том, что производителей дымоходов достаточно много. Я считаю то, что при конкуренции наличие вот таких устройств было бы локомотивом, который можно было бы торговому представителю использовать при общении с закупщиком в магазинах. То есть говорить, вот у вас дымоходы есть, все делают дымоходы, а у нас есть еще устройство, которое позволит вам дать дополнительные продажи, заработать денег, ну не мне вас учить. Нам, продавцам, было бы это интересно продавать, потому что у нас в магазинах находятся вот такие вот простые печки, и покупатель не имеет вот физической возможности купить что-то более дорогое, но он имеет физическую возможность поставить эту печь, вернуться обратно в магазин и купить устройство, которое было бы недорогим ему по деньгам, по кошельку, то есть не в размере там 5-6 тысяч, а хотя бы полторы-две тысячи, купить его и улучшить свою печь, проапгрейдить. Если вам нравится моя идея, поставьте пожалуйста лайк к видео, а если вам моя идея не нравится, поставьте пожалуйста дизлайк, а также если у вас будут какие-то вопросы, вы задавайте в комментариях, давайте пообщаемся, обсудим все. Я прикреплю к этому видео снизу ссылочку на другое видео, где я также подробно все рассказываю, и там будут кстати ссылки уже к тому видео, на тех людей, которые производят непромышленным способом вот такие вот устройства. В общем-то, я всегда открыт к диалогу, к диспуту, давайте пообщаемся на эту тему, потому что скоро банный сезон, надо продавать, кризис, надо деньги зарабатывать, надо людей удовлетворять и себя не забывать. Спасибо, что посмотрели, всем хорошего дня. С вами был Анатолий Жарпарком. С вами был Анатолий Жарпарком.